Друзья, экскурсионная фирма, которую мы советуем, это Риалтур и Людмила Владимировна. Здравствуйте, как Ваша? Наконец-таки ты добрался до меня. Да, вы нам готовы рассказать, что у вас есть, сколько стоит? У тебя сразу первый вопрос, сколько стоит? Никуда ехать, а сколько стоит? Конечно, это самое важное. Крым однодневный, 4 300, 4 500 стоит. Крым однодневный, это, значит, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Воронцовский дворец, наши экскурсионные, а завтрак, ну а то, что там вы катаетесь на морской прогулке или ходите в Воронцовский дворец, это уже отдельная плата, ты об этом знаешь. Да, у меня на канале вы можете посмотреть то, о чем мы говорим, практически все места посещения. Дальше. Двухдневный Крым, например, 6 100, точно так же и Абхазия, однодневный 4 500, двухдневный 6 100. Приблизительно так. Далее, вот смотрите, у нас, например, 4 числа есть такая поездка, называется отличная красивая поездка, Живчужина-Присгорье, 4 числа в 10.30 мы уезжаем. Стоимость этого вместе с посещением Старого парка 2 100 стоит. Что там будет? Я рассказываю, смотрите, едем мы в Новороссийск вначале, это город-герой у нас, да, Малая Земля, крейсер Кутузов, Аллея Славы. Дальше мы перемещаемся в Старый парк, он, кстати, вошел в федеральную программу «Золотое кольцо Баскорского царства». Я жду там, ребята, очень-очень красиво. Весь мир в миниатюре, единственный парк, который вообще есть в мире. Вот, это скульптор-архитектор, создал такую красоту. Вот, смотрите, замок Зевса, пирамида Хеопса, в общем, все в миниатюре. Плюс он очень красиво оформлен в зелени, в водопадиках, в прудах, в прудиках таких. В общем, красиво-красиво. После Старого парка мы перемещаемся на набережную Геленджика. Ну, набережная Геленджика, она самая протяженная и самая красивая в Черноморском побережье. Правильно? Стоимость этого – 200, детский – 1800. Очень красиво. Могу поспорить насчет самой красивой, самая красивая набережная в городе Сухум, Абхазия. Сухум? Я же не сказала, что… Черноморское побережье, вы сказали. Но это другая страна, на Черноморском побережье нашей страны. Ну, хорошо, так можно. Сухум, да, красивая была только что там, да, действительно гуляла по набережной Сухум две недели назад. Действительно, очень красиво. Так, значит, что у нас еще? В этот же день, в это же время, на, так же, на часов на 10 протяженности, ну, в общем, часиков в 6 вечера они приезжают, в 10.30 езжают. Сафари-парк. Сафари-парк стоимость вместе с нашим экскурсионным – это там 500 видов животных приблизительно, канатная дорога, даже слон есть. Значит, стоимость вместе будет стоить 2,780. Без канатной дороги 2,070. Например, все то же самое. И набережная Геленджика, и точно так же будет бесплатная дегустация вина после этой поездки. Да, смотрите, сегодня вот мы везем, например, на посей дом, это у нас грязи на берегу моря Азовского, в ваннах. Я такого даже не слышу. Грязи привезены из Гефеста, заполнены. Там есть и, значит, океанариум. Вот, стоимость этого всего 2,800, ой, 2,500. Сегодня, вместе с посещением, сегодня у нас скидочка 2,200. Ой, 1200. Чего я нахер? 1500, сегодня 1200. Это все входит. И грязи, и море, и океанариум, и птичник, в общем, и наше экскурсионное обслуживание. Еще, смотрите, 5-го числа будет открытие в Абраудюксо Амазонки Босфорского царства. Я был на празднике в Малиновке, да, там фантастика, мне очень понравилось. В прошлом году ты с нами, со мной лично, ты ездил, с нами, с нашей фирмой, ездил на свадьбу Малиновке. Есть на канале, можете посмотреть. В прошлом году ровно. А в этом году мы едем на открытие Амазонки Босфорского царства. Это они находятся также на Абраудюксо. Идет посещение плюсом Абраудюксо. Обязательно, обязательно мы вас туда привозим. Значит, будет очень красивая джигитовка. Тоже вошла в федеральную программу «Золотое кольцо Босфорского царства». Вот именно эта программа. Вот, мы там, значит, смотрим вот эту вот джигитовку, очень красивую. Потом, там же на территории есть дом Бергнон, который ты тоже показал. И есть мини-зоопарк контактный. Это все входит в стоимость. 1800 это стоит вместе с нашим экскурсионным. Это с посещением Абраудюксо. Да, и 5-го числа будет открытие. Ну, нас, конечно, туда пригласили организаторов туров и экскурсоводов. Хочешь поехать? Посмотрим. Если хочешь, я позвоню сейчас нашему руководству. Дайте нам информацию потом. Что еще есть? И в 13.30, 5-го числа, я тебя жду на посадочке. Если хочешь, если люди хотят, чтобы ты... Воехал, ставьте плюсик. Ставьте плюсик. Я просто хотела... Это ваш номер телефона? Конечно, это мой номер. Дядя, подожди, дойдем, не перебивай. Послушай, просто чтобы люди слушают информацию. Давай. Так, что еще у нас? Крымский мост есть просто. Крымский мост 1100, он стоит на 6 часов. По времени мы уезжаем отсюда. Ну, например, в 13.30 уехали, и через 6 часов мы возвращаемся. 1100 это стоит. Это, значит, гора Митридат, смотровая площадка. Это византийский храм 6-го века. Ну, и через мост проезжаем. И, конечно же, набережная площадь Ленина. Это у нас 1100. Другая программа у нас, то, с которой ты ездил с нами, помнишь? Низин, Дома, Камань, Керчь. Это мы посещаем Тамань, плюс к Крымскому мосту и Керчи. Посещаем Тамань и домик Лермонтова и, значит, музей археологический. Очень классная экскурсия, мне понравилась. Стоимость всего этого 1800, вместе с посещением музея. Например, ну, Абрау-дюрсо, как обычно, так, просто Абрау-дюрсо. Сколько стоит? Стоимость 1000... Так, сейчас скажу. Полторы тысячи стоит сам Абрау-дюрсо, вместе с дегустацией полторы тысячи неизменно. И наши 900 рублей. Это что получается? Можно на фонтаны поющие поехать. Ну, фонтанах пока еще нет. Ну, вообще. Ну, потом в дальнейшем это будет скулья и поющий фонтан. Да, будет поющий фонтан. Неберджай у нас, смотрите, пустынь Феодосия Кавказского, например, есть, да? Это у нас полуночье место. У них сделали бассейн там? Ну, это купель. Это купель, она всегда там была. Два места мы посещаем. Значит, горный, это пустынь Феодосия Кавказского, который пришел из Греции, монах. Я остановился здесь, я розовала вот эту пустынь. Ну, и вторая, это где купель. Так, ну, что еще у нас есть? А купель, подождите, это где серебряная ручка получается? Да, да, да. Вот, вы меня запутали, я думаю, в горном купель. Нет, 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 нет. Нет, это здесь все это другое, это святое место, куда мы ездили, с Артуром, со Шотом, со всеми. Вот, святая ручка. Да, 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 абсолютно верно. Есть на канале, друзья, смотрите, мы там были. Дальше мы возим, значит, в дельфинарий аннапский. Это утрижский дельфинарий, который находится на полуострове. Нет, это не то. Значит, я сейчас покажу. Ну, стоимость его? Так, он сам стоит 1300. 1300. И, где бы показать, вот этот полуостров, он находится вот здесь, вот, дельфинарий. 1300 само посещение и 700 рублей наша цена. Был за. Это уже входит туда, значит, покажи QR-код мой, пожалуйста. Это вот номер телефона? Да, номер телефона и QR-код, это по нему вы можете узнать все наши программы, все наши экскурсии, все наше расписание. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и через год, и через два. Это наша фирма, да, мой ватсаповский номер. То есть, можете позвонить, уточнить любые вопросы по экскурсиям, джипинг, дайвинг, ничего не сказали. Чтобы звонить вот по этому номеру, а по этому номеру информация, это ватсаповский номер. Понял. Джипинг и дайвинг есть? Джипинг мы не возим, а дайвинг две с половиной, сейчас зимний гидрокостюм, две с половиной, квадроциклы есть у нас. Вот они, три с половиной тысячи, значит, вдвоем на квадрике, час чистого катания отвезут и привезут, это в лесу. Видите сами, сейчас я вам покажу ценники, чтобы люди знали. Вот, пожалуйста, информация. Это в лесу, в горах, очень здоровская такая программка. Почему не работает джипинг? Ну, запрещено в Краснодарском крае губернатором. То есть, это нарушение закона, правильно? Да, поэтому возят на минивэнах, на закрытых машинах. Ну, а вообще, вот по золотому кольцу АНАПА вы не сказали, сколько? Еще у нас банковской карты можно оплачивать. Вот, как раз-таки, интересует, если посещение вот этих значимых мест АНАПА, то есть, там, Кипарисово озеро, ну, вот, как джипинг возил, сколько стоит такая экскурсия? 1400. 1400. Вместе с гольфкарой, которая там везет до озера и обратно, где же на ней ездил. Да, то есть, ну, Кипарис в озеро включает в себя и к поклону. Да, Кипарис, да. Лысая гора, значит, Ласточкино гнездо, 800 ступеней. Это мы все посещаем. И плюс, это, да, вот, расписание можете вот так вот, но оно мелкое здесь. Снимите, не снимите. Я думаю, по телефону можно узнать, то есть, на всякий случай. Так, где Людмила Владимировна находится, друзья? Параллия, можете увидеть, вход центральный и с левой стороны. В общем, звоните, вам будут рады. Я, наконец-то, снял. Мы уже недели две прошу ее, чтобы она мне рассказала. Спасибо, что рассказали. Что еще? Покажи, что-то здесь у меня бывает, потом номер телефона. Крым у нас есть, Сочи, Абхазия. У нас все есть. Отлично. Ну, если вдруг у меня получится, ребят, пишите, куда вы хотели бы меня отправить. Потому что Реал Тур, вот, я о них рассказываю, да, был на многих экскурсиях, слушал ваши отзывы. И с удовольствием могу съездить на любую экскурсию для вас. Абсолютно от души меня туда также возьмут. Спасибо большое. Для мажорки Босфорского царства. Я попробую. Если получится, приятно. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания.